Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде всего, позвольте еще раз благодарить организаторов форума за возможность представить здесь наши исследования и позвольте ознакомить вас с первыми результатами нашей работы. Она посвящена различным клеточным технологиям цитологической диагностике и иммуно-химической оценке основных прогностических факторов при распространенном раке желудка. Рак желудка на сегодняшний момент продолжает занимать одни из лидирующих позиций в онкологической заболеваемости и смертности как в России, так и в мире. В структуре стандартов диагностики рака желудка морфология занимает особое место, поскольку зачастую это решающее звено в диагностической цепи, которое позволяет определить нам и тип опухоли, и стадию заболевания, и прогноз поведения опухоли. Этитологические и гистологические исследования обладают достаточно высокой чувствительностью и специфичностью, при том, что себестоимость этих методов довольно низкая. Рядом исследователей, как зарубежных, так и отечественных, отмечаются сопоставимые цифры в чувствительности цитологии и гистологии. Притом даже ряд исследователей отмечает некое доминирование цитологического метода. Это не то, чтобы повод для гордости, просто здесь надо оговориться, что действительно речь идет о первичной диагностике по материалу гастробиоптатов. В этой ситуации к гистологам зачастую попадает крайне скудный материал, содержащий очень малое количество клеток опухоли, и иногда цитология в этом отношении даже выигрывает. Но, конечно, здесь самое главное сказать нужно о том, что мы друг другу не враги, а работаем для общей цели, и, естественно, совместное применение обоих морфологических методов повышает чувствительность методики. Это главное. В нашей лаборатории мы провели ретроспективное сопоставление цитологических и гистологических заключений у 324 пациентов. Сопоставимость была достаточно высока, почти 90%. Из-за расхождений основными причинами являлись, как обычно, отсутствие цитологических препаратов клеток опухоли, либо неудовлетворительный цитологический материал неудовлетворительного качества. В итоге чувствительность цитологической диагностики в нашей лаборатории составила почти 94% в отношении диагностики рака желудка по первичному материалу гастробиоптатов. При сопоставлении цитологических и эндоскопических заключений цифры были примерно такими же, совпадение было примерно 90% случаев этих диагнозов, и причины расхождения были теми же самыми, то есть недостаточно адекватный цитологический материал. Если говорить о прогностических факторах при раке желудка, то одними из наиболее изученных являются белок П53, который сейчас используется в качестве фактора прогноза, поскольку при раке желудка гиперэкспрессии этого маркера отмечается в порядка 40% случаев, и гиперэкспрессию П53 связывают с негативным прогнозом, поскольку он определяет инвазивный метастатический потенциал опухоли, а также степень ее чувствительности к химиолучевой терапии. Еще один маркер — ядерный антиген КИ-67, используемый в качестве маркера пролиферативной активности. Данные исследователей о его значимости несколько разнятся, поскольку в различных исследованиях показана значимость КИ-67 в отношении тех или иных факторов, в других исследованиях она опровергается, но тем не менее все же ученые сходятся на том, что такие факторы, как возраст больного, мужской пол, стадия заболевания, размера опухоли, степень злокачественности, а также склонность к метастазированию в лифу узлы находятся в зависимости от гиперэкспрессии КИ-67, от высокой пролиферативной активности опухоли. И, наконец, белок Хердванео является наиболее изученным на данный момент членом семейства рецепторов эпидермального фактора роста. По данным исследований международного тога на сегодняшний день есть обнадеживающие данные о том, что больные с распространенным раком желудка с выраженной экспрессией Хердванео, у которых, в принципе, встречается в 134% случаев, им может быть назначен таргетный препарат Транстузумаб, который повышает общую выживаемость пациентов. Итак, цель нашего исследования была оценка основных прогностических маркеров при диссиминированном раке желудка с использованием различных клеточных технологий. Нами были исследованы препараты, полученные от 33 пациентов с распространенным раком желудка при гастробиопсии. Препараты были приготовлены как традиционным способом в виде мазков-отпечатков, так и методом жидкостной цитологии с помощью системы цитоспин. Также нами были оценены 13 астетических выпутов и 4 послеоперационных смыв из брюшной полости у пациентов с распространенным раком желудка. При достаточном объеме оставшегося осадка были приготовлены клеточные блоки. Все иммунотохимические реакции были проведены с помощью автоматического иммуногистостейного винтана. И вот таким образом отражено соотношение информативного и не очень информативного материала, который мы использовали по препаратам, полученным с помощью жидкостной цитологии. Что тут можно сказать? К сожалению, для того, чтобы оценить, насколько пригоден материал для дальнейших иммунотохимических исследований, конечно, нам нужен не один десяток клеток, поэтому почти треть исследования, даже ровно треть исследования, мы посчитали непригодным для дальнейших исследований и для иммунотохимических реакций. И основными причинами этого было, как всегда, недостаточно информативный материал, то есть отсутствие достаточного количества клеток в биоптате. Также, конечно, нужно сказать, что цитологу очень мешает при оценке и морфологической, и для дальнейших иммунотохимических реакций наличие таких артефактов, как обилие слизи, именно для иммунотохимической реакции, это, конечно, артефакт, и обилие элементов некроза, и воспаления, все это очень мешает. Поэтому мы ввели условно некое пограничное значение порядка 200 сохранных клеток опухоли в препарате, которые позволили нам в дальнейшем проводить иммунотохимическое исследование. Вот пример того, как выглядят наши препараты с гиперэкспрессией P53. Повышенная экспрессия наблюдалась в нашем исследовании 59% наблюдений. В остальных случаях реакция была либо слабой, невыраженной, либо отсутствовала. Маркер пролиферативной активности КИ-67 также наблюдалась в достаточно высоком проценте высокой или умеренной экспрессии, примерно в 40% в каждом случае, и в остальных случаях либо не наблюдалась, либо была слабой. И белок Хертванео экспрессия Хертванео по рекомендациям оценивается как в качестве порогового значения оценивается как присутствие более 10% окрашенных клеток опухоли с полным или частичным мембранным окрашением в препарате. В нашем исследовании выраженная экспрессия Хертванео оценена на 3 балла, отмечалась в 32% случаев. Еще в двух наблюдениях была умеренная экспрессия, отмеченная как 2 балла, разумеется, она в последующем потребует подтверждения с помощью фиш-исследования. Переходя к оценке материалов опутных жидкостей, хотелось бы остановиться на тех проблемах, с которыми сталкивается цитолог, когда оценивает морфологию серозных выпадов. Это, конечно, и разнообразие клеточного состава в первую очередь, поскольку наличие элементов воспалений, клеток мезотелия зачастую очень мешает рассмотреть нам клетки опухоли, плюс ко всему и сам мезотелий может иногда иметь перстневидно-клеточную морфологию. В отношении рака желудка это особенно актуально, поскольку перстневидно-клеточный рак у нас в лаборатории в частности встречается в подавляющем большинстве случаев. И, конечно, различные дегенеративные изменения, как опухолевых, так и не в опухолевых клетках, которые мешают нам также оценить их морфологию. Для того, чтобы преодолеть эти трудности, мы рискнули ввести такое понятие, как маркер клеточной плотности. В качестве него мы использовали облигатный мембранный антиген эпителиальный ЭТБР-5-4, который позволял нам определять истинную концентрацию клеток опухоли в препарате. Ну и, разумеется, не могу не сказать, что в такой ситуации, когда весь препарат представлен чистым пулом опухолевых клеток, либо когда морфология опухолевых клеток такова, что выражен полиморфизм и нам достаточно легко отделить их от остальных клеточных элементов, этот маркер не требуется. Вот пример того, как это выглядит в реальной работе. Слева вы видите разнообразный клеточный состав, клетки мезотелей, вестиоидные элементы, лимфоидные элементы, лейкоциты, нейтрофилы. И где-то встречаются отдельные клетки опухоль, но истинное количество определить достаточно сложно. Что же говорить о дальнейших реакциях и манипуляциях с данной жидкостью. И справа реакция БРП-4, которая показывает выраженное мембранное окрашивание, истинное и действительное количество клеток опухоли в препарате. Еще хотелось бы несколько слов сказать о технологии Cellblock, которая, на наш взгляд, незаслуженно мало используется в России. Тем не менее, за рубежом эта технология используется очень активно на различных материалах и методиках. В нашей работе мы решили применить эту технологию для остаточного объема выпадных жидкостей. Методика сама по себе является чрезвычайно дешевой по себе стоимости. В качестве основы межклеточной мы используем желатин в соотношении один к одному мы смешиваем ее с остатком осадка и после замораживания и быстрого кратковременного размораживания получаем кусочек зажелатинизированной содержащей клетки. нашей выпадной жидкости которые затем помещаются в формалин и в дальнейшем уже такой материал можно использовать для гистологических и иммуногистохимических исследований. Вот пример того как выглядит селл-блок слева вы видите микрофотографию обычного препарата гистологического выпада асцетического и справа то как это выглядит на селл-блоке. это примеры иммуногистохимических и иммуноцитохимических реакций при сопоставлении двух методов то есть наше стандартное иммуноцитохимическое исследование на препаратах получено с помощью системы цитоспин и иммуногистохимической реакции проведенной на селл-блоках. На данной фотографии можно видеть что на материале селл-блока как будто бы концентрация и видимая препаративная активность несколько выше на самом деле этот эффект просто достигается за счет большей скотченности клеток в действительности при подсчете индекски 67 идентичен. Ну и это пример того как оценивался ХЕР-2-НЕО что можно здесь сказать то что для нас было на самом деле очень приятным наверное сюрпризом то что мы увидели вообще в селл-блоках. Для нас это прекрасная возможность на мой взгляд приобщиться к работе гистолога поскольку все время идет какая-то дележка сфер влияния а здесь мы имеем реальную возможность поработать с материалом который гистолог оценит за свои позиции в то же время мы имеем возможность его проанализировать. Мне кажется это замечательная технология и мы пришли к выводу о том что селл-блок даже является предпочтительным более исследованием и для проведения гистологии и иммуногистохимии нежели иммунстохимия поскольку реакции являются более четкими более яркими без каких-либо артефактных фоновых окрашиваний. В заключении позвольте сказать что конечно на данный момент мы можем сделать только какие-то предварительные выводы опять же скажу что селл-блок на наш взгляд является очень перспективной технологией которую следует использовать особенно при высокой плотности клеток опухоли в препарате выпадной жидкости в частности. Также хотелось бы сказать что конечно в любом случае если мы получаем достаточное количество опухолевых клеток будь то выпадная жидкость или материал гастробиоптата допустимо использовать это материал для дальнейших исследований для иммуноцитохимических либо иммуногистохимических однако же если мы имеем дело с низкой плотностью опухолевых клеток в препарате то здесь нужно прежде всего подумать о неком маркере клеточной плотности который позволит нам отграничить тот самый момент когда мы используем либо не используем этот материал для дальнейших исследований это в первую очередь касается выпадных жидкостей ну и конечно скажу что это лишь начало нашей большой работы у нас довольно широкий фронт планируется в сопоставлении и с иммуногистохимическими реакциями всего что мы проделали на данный момент также с результатами медико-генетических исследований но и вообще мы планируем существенно расширить список прогностических и предиктивных факторов которые мы изучаем благодарим за внимание спасибо вопросы только если можно не очень много потому что мы выходим из графика пожалуйста клеточной плотности опухоли вы предлагаете использовать иммуно-цитохимическое исследование а как насчет объема исследуемой жидкости какой объем выпускаете в цитологическое исследование и на изготовление клеточного блока спасибо за вопрос если я правильно все поняла сейчас постараюсь объяснить в целом методика приготовления и цитологических препаратов методом жидкостной цитологии и то как мы дальнейшим используем анастохимические реакции довольно стандартные то есть мы собираем весь осадок который получился после того как выплатная жидкость независимо от ее объема отстоялась в нашей лаборатории мы весь осадок собрали мы его оцентрифугировали в стандартных центрифужных пробирках в течение 10 минут и уже полученный вот этот осадочек самый что ни на есть мы используем в первую очередь для морфологической оценки да если у нас возникают какие-то проблемы с тем какой там клеточный состав сколько там клеток опухоли мы применяем маркер берпи 4 именно для того чтобы определить истинную концентрацию клеток опухоли поскольку он специфичен именно в отношении клеток адена карцинома и не реагирует с клетками лизотели да вот и соответственно если мы понимаем что мы имеем достаточное количество опухолевых клеток препарат можем применять в дальнейшем для каких-то еще исследований да можно я добавлю на этот вопрос дело в том что это все правильно но мне хотелось сказать что сколько принесли жидкости естественно перед тем как ее центрифугировать лаборант ее перемешивает потом она отстаивается она отстаивается 3 часа и клеток больше чем они есть в осадке не станет даже если мы 10 пробирок сделаем все равно относительно всего состава именно плотность клетки относительно всех опухолевой клетки относительно всех присутствующих клеток поэтому если она одна среди гистеоцитов мезотелей и так далее мы ее не сможем сконцентрировать потому что сконцентрируется все надеюсь что вы поняли мое мысль спасибо спасибо ну я не могу не спросить в этой части сегодняшней сессии вопрос по существу связанный с клеточными блоками итак вы представляете цитологическую работу дошли до цитологического блока где материал дегидратируется заливается соответственно фиксируется заливается в парафиновый блок готовится стеклопрепарат и на этом цитология заканчивается кто выполняет изготовление клеточного блока кто его оценивает кто пишет заключение и кто пишет интегрированное общее заключение цитологии и гистологии первый вопрос ну по крайней мере частично могу ответить на этот вопрос в нашем конкретном исследовании гистологическую часть как раз нам помогала выполнять Асель Галимовна Кудайбергенова вот и вообще в принципе естественно на данный момент пока вот происходит такое разделение цитологов и гистологов клеточный блок это в большей степени удел гистологов разумеется но на мой взгляд учитывая то что мы все-таки именно цитологи являются первичным звеном в оценке выплатных жидкостей да потому что гистологам иначе как селлблок ничего не попадет мы тоже должны это изучать тем более что результаты сопоставимы и даже на селлблоках они получаются несколько наглядней мне кажется для цитологов это очень хороший такой важный шаг вперед в будущем да и в настоящем тоже да замечательно только не шаг вперед а шаг в сторону патологической анатомии а патологов в сторону цитологии ну на мой взгляд это как раз интеграция наконец-то наконец-то так и должно быть и на самом деле именно там где цитологи работают извините нос к носу с патологами это сильнейшие цитологи и это действительно продуктивная морфологическая диагностика профессиональная мы уже 10 лет так работаем поэтому мы можем поделиться с кем угодно своим собственным опытом и поэтому мне очень приятно что еще кто-то к этому приходит конечно приятно то что за рубежом это вообще используются очень активно а в России по докладу вот кто-то занимается иммуногистохимией тем более связанной с таргетной терапией препараты которые вы продемонстрировали в качестве цитологической диагностики ну я мягко скажу они неубедительны поэтому делать по ним заключения и передавать их в клинику для решения вопроса о тактике лечения пациента мне кажется преждевременным я с вами полностью согласна я в этой связи с этим поделюсь нашим опытом потому что мы его представляли в том числе в Екогаме на конгрессе который только что прошел именно по выпадам по жидкостной цитологии и по иммуногистохимическим исследованиям мы в конечном итоге в том случае если у нас есть хоть малейшая возможность выполнить клеточный блок и иммуногистохимию отказались от иммуногистохимии совсем коллега у нас время я только добавлю два слова это была инициатива сделать эту работу именно химиотерапевта который защитил докторскую как раз по распространенному раку желудка и собственно говоря мы рискнули эта работа риском мы ни на что не претендуем ну вот что получилось то получилось мы сегодня представим спасибо